Дорогие друзья, слава Господу! Вот, слушая хор, восторгаешься от пения, и от слов, и от музыки. Друзья мои, у меня возрождается такой вот вопрос. Господи, Ты человеку дал такую способность и петь, и сочинять музыку, такую вот как бы превосходную, божественную. А какая же там будет музыка, друзья мои? Там, когда мы придем на небо, там будет нечто еще большее. Здесь, наверное, мы только какую-то малую часть, и то нам приятно. Оно производит в нас добрые чувства, превосходные, возвышенные. А какие там будут, друзья мои? Знаете, я бы хотел зачитать место из Писания, которое очень много раз читается. Ну, я бы сказал, ну, если тысячи раз, я не ошибусь. И все мы, я думаю, знаем, знаем наизусть. Евреям 11 главой читаем первый стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом». Читаю еще один перевод новее. «Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждою ожидаем». Читаю по-английски. «Веренность – это уверенность в том, чего мы надеемся, и уверенность в том, чего мы не видим». Уверенность и уверенность – уверенность. Значит, читаем и вникаем в эти слова, которые мы сейчас прочитали. Друзья мои, мне кажется, что нет, ну, может быть, есть, может, я не знаю, в Библии, чтобы было «definition», то есть, дефиниция какого-либо слова. И вот мне кажется, что это вот только единственное место, где вот идет дефиниция самого слова – вера. И вот здесь вот мы читаем такие слова. «Вера же есть осуществление ожидаемого». То есть, уверенность в нечто. Вот что мы ожидаем? Как здесь по-американски мы читали. «Faith in confidence – what we hope for». Это уверенность в том, что мы надеемся. В то, что мы надеемся, мы четко, твердо уверены. Я бы хотел вот заострить наше внимание на слово «здесь уверены». Есть много таких, ну, американских – это misconceptions, я не знаю, как по-английски, наверное, будет заблуждений таких, которые вращаются вокруг этого слова «вера». В мире, вокруг нас окружают люди, есть два таких понимания, что такое вера. Вера, как некий набор убеждений, как вот религия, какая у тебя религия, вот такая, вот такая, вот такая вера, у меня такая вера. И второе – это вера, как в нечто такое, ну, ну, как бы сказать, если так можно сказать, это как слепая вера. Вот я верю, да, и все, и, ну, убежден в чем-то, но я толком не знаю, так оно или нет. Друзья мои, но есть библейское понимание веры. Оно совершенно иное, как его понимает мир. Вера в библейском понимании – это твердое убеждение, друзья мои. Это твердое убеждение. Это уверенность. По-американски, it's assurance. Ты знаешь. Более, нежели всего, ты это глубоко, это знаешь. I know, because I know. Друзья мои, вот это вот есть истинная вера в библейском контексте. И я бы хотел сегодня поговорить об этом и немножко открыть на одном сюжете из Библии, на одном рассказе. Мы знаем и глубоко убеждены в этом, на основании слова, что вера происходит откуда? От слышания. Слышание слов Божьих. Некогда Бог обратился к Аврааму в Исходе и говорит такие слова, когда он встретился с ним на горе Синай. И он говорит, я Бог отцов твоих. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Задимся таким вопросом, почему Бог обращается к Моисею и говорит такие слова, я Бог отца твоего, Бог отцов твоих. Друзья мои, вот когда мы говорим словом, и когда вера происходит от слышания, слышание слов Господних, что мы имеем в виду, когда мы говорим слышание слов Господних? Мы имеем в виду дела Божьи, друзья мои. Мы имеем в виду, вот это вот я Бог отцов твоих. У меня уже есть рекорд, у меня уже есть предыдущий процесс или предыдущая история, где я Бог, который дал ребенок, который не могли иметь детей, столетнему. Я Бог, который давал благословения свои отцам. Я Бог, который проводил через, если мы говорим о Аврааме, Исааке, Иакове. Я Бог, который чудесным образом прокармливал тебя. Я Бог, который давал тебе все, хранил тебя, наводил ужас на народы вокруг тебя. Я Бог отца твоего. Друзья мои, вот это вот глубокое утверждение, глубокая assurance и уверенность. Значит, читая место из Ветхого Завета, всем очень знакомо, я думаю, что и малые дети знают о нем. Бог говорит Иисусу Навину захватить и взять войной землю обетованную и говорит о том, что он ему поможет, все-все. И вот в второй главе Иисус Навин посылает двух саглядатаев высмотреть землю. Они пересекают, значит, Иордан, заходят в землю. И главная цель была этот великий город Ерихон. Взять его. И входят туда эти двух саглядатая. И вот они идут в дом. Друзья мои, вы думаете, это просто случайность? Или это Божий промысел? А Бог ведет этих двух саглядатых в дом ра-блудницы. Я по-другому не понимаю. Вы знаете, перед тем, как я дальше буду продолжать эту историю, я бы хотел заметить эту очень важную деталь. Все истории в Библии, это не просто истории. It's not mere stories. Но это нечто большее. Это Божье откровение. It's divine revelation. Это Божье откровение нам. А что же Бог открывает? Свою премудрость, мудрость и свой характер. В любой истории из Библии мы можем видеть себя, как человечество, как кто мы. Мы можем видеть, кто такой Бог. Каков его характер, как он поступает. На это мы можем создать или обрисовывать характер нашего Господа Бога. И вот заходят эти два саглядатые. Идут в дом этой ра-блудницы. И вы знаете, кто-то увидел, они, наверное, были одеты по-другому, говорили, наверное, не так, не могли говорить, там все. Как-то они там общались. Я не знаю, как они узнали за эту ра-блудницу. Или они спросили, где можно купить, кушать. Или где там, вот обычно там это было как бы такое место, где людей кормили. Может быть так, я не знаю. Ну вот они заходят в этот дом. И царю извещают, слушай. Там, значит, два саглядатые пришли высмотреть землю. Все-все-все. Приходят эти войска, стучатся в двери. Ра-блудница открывает. И она их обманывает. Она говорит, что они уже ушли, когда они еще не ушли, чтобы спасти человека. И вот здесь вот интересный процесс речи, когда уже войско ушло, она взбирается наверх. И она говорит такие слова. «И сказала им». И вот здесь чуть-чуть выше. Восьмой стих. Это вторая глава Иисуса Навина. Восьмой стих. «Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю». То есть, прислушаемся, друзья, мои слова. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость, ибо мы слышали». Друзья мои, верой есть уверенность, твердая уверенность. И вот она заходит и говорит, что «я знаю». Почему она знает? Потому что она слышала о делах Божьих. Она слышала о превосходных делах, как раступился Черное море. Как велики казни были, не спосланы с неба на египтян. Как первенцы умерли. Это все слышали, друзья мои. И что интересно, что в ней зародилась вера. Друзья мои, она же могла их выдать. Она могла сказать вот здесь вот. Но она не посчиталась родством своим. Я глубоко убежден, что она, наверное, была причастна этому народу, хананейскому народу. Вокруг нее, наверное, были друзья, знакомые. Множество, может быть, дальних родственников жили в этом городе. Она этих людей знала. Но в ней зародилась вера. Она поняла, что Бог, который стоит за Израилем, превыше всего, там зародилось в ее сердце слышание о великих делах Божьих вера. И вот она что делает, друзья мои? Скрывает их. Ну еще для меня более, более даже раб-лудницы превосходней веры, ее родственников. Друзья мои, когда уже пришло войско, разрушили стены, все-все это произошло, там была мать, отец, братья, сестры. Никто из них не предал ее, не сказал, ах, ты изменница, значит, ты, ты, как бы, предаешь наш народ. Ноу. они точно то же самое поверили. Поверили словам ее, не выдали ее. Друзья мои, это говорит о великой вере в этих людях. И Бог, видя эту веру, неспроста послал двух соглядатаев. Неспроста. И, друзья мои, может быть, мы посмотрим и скажем, ну такая, как сказать, ну такая профессия не очень хорошая, и, как бы сказать, ну не очень такой, как бы, пристойный такой человек. Но Бог увидел веру. Веру до такой степени глубокую, что я глубоко убежден, что она стала иудеянкой, она стала соблюдать закон Божий. Почему я так говорю? Потому что автор говорит, что ее род, ее потомки живут среди Израиля по сей день. А израильтяне не могли жить в Израиле, или вокруг, то есть не евреи, не могли жить в Израиле, не соблюдая его праздников и законов. Она стала частью этого народа. Некоторые богословы, вот когда перечисляют, там идет перечисление родословное Иисуса Христа, там встречается и Рааф. Это ли Рааф, или другая, ну склоняются больше. Если это так, по-настоящему, то это еще превосходнее. Друзья мои, если она еще является и в родословии Иисуса Христа, то это еще превосходнее вера. Что делает вера? И сегодня, друзья мои, Господь от нас требует веры. Я бы хотел обратиться к старшему поколению. Вы уходите, а как важно, чтобы вы передали. Передали вот эти вот рассказы с вашей жизни своим детям, когда вы собираетесь вместе, когда вы собираете свой род, свое племя. Говорите о великих делах Божьих, не умолкайте, чтобы в детях возрождалась сия вера от слышания слов Божьих, дел Божьих. Чтобы, когда они слышали об этом, они говорили, я хочу быть таким, я хочу подражать моему деду, моему прадеду, прабабушке, бабушке. Я хочу поступать, как они поступали. Друзья мои, вы что, думаете, это не работает? О, как это работает. Эти люди, которые мы называем евреями, по сей день вспоминают и чтят своих прадцев. Почему? Потому что молодое поколение записало. Записало в великих делах Божьих. И молодые люди от нас тоже требуются запомнить и записать в своем роду, в своем, вот, как мы перенимаем перенять это и поступать, подражая в вере их, вот, на наставников, которые идут до нас. Да поможет нам в этом Господь. Друзья мои, есть очень большая опасность, когда наша вера не библейская. Я бы хотел пройтись на четырех пунктах веры, которые упоминаются в слове Господнем. Есть вера мертвая, о ней говорит Яков. Говорит о том, что если человек Якова 2,17, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я однажды работал далеко там в Ощугале и смотрю там, как бы, там такое дикое место и вот мы заезжаем в этот драйвей, а перед драйвеем там такие вот windy road и мы вот, значит, заехали туда, а перед тем, как заехали, там такое, значит, табло стоит и там, видимо, кто-то умер, все-все. Ну, мы работаем и я спрашиваю эту хозяйку, говорю, а что там случилось там на дороге главной? Ну, она говорит, ты представляешь, там вот молодые люди выпили, там у них какой-то был graduation, они ехали назад и там молодая девушка из этой группы всей молодежи разбилась насмерть и она говорит, что мать этой молодой девушки полностью, как бы, ну, разбита в страшной депрессии, без надежды, все. Ну, говорит, ты знаешь, я вот слышала, что когда-то она вот помолилась молитвой покаяния, ну, и, как бы, сказать, хочу вот встретиться с этой женщиной и, как бы, ее утверждать. В чем не знаю? Наверное, что ее ребенок спасен. Бог знает, я не знаю. Друзья мои, ну, вот это вот, это фалсхоль, это есть ошибочное мышление, что когда-то я какой-либо молитвой помолился, жизнь моя совершенно не такова, жизнь моя совершенно не по слову Господнему, не, 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 вот, в совокупности с Божьим Словом, не так, как Господь говорит, и веровать, это и есть вот эта вот вера, это blind faith, это слепая вера, это не вера библейская, на которой утвержденная вера. Друзья мои, да поможет нам Господь, чтобы наша вера имела дела, ибо вера без дел мертва, так говорит Слово Господне. И есть еще один такой вот, как бы, такая вера есть, бесовская вера, когда, когда и человек так может тоже верить, что Бог есть, но это его в жизни совершенно не меняет. Хорошо, что он есть, пусть живет себе, и я буду жить своей жизнью, и все на этом. Друзья мои, и есть такая вот вера, пустая вера, пристанут пред Господом люди, которые скажут именем твоим, я даже называю такую веру, она такая двойственная, или half faith, они вроде бы что-то делают, но не полностью отдались Господу, не полностью отдали свою жизнь, свои желания, свои мечты, свои поступки в покорность Божьему Слову, не полностью. И вот, они вот, половинчатая такая у них жизнь, мы именем твоими то делали, то делали, то делали, а он скажет им что? Отойдите от меня делающие беззаконие. Это вот, есть вот такая вера, такая vain faith, такая пустая вера, в конце концов, которая ждет крах человека. Есть истинная вера. Матфея 7,24 говорит Господь, что есть благоразумный муж, который не только слушает то, что говорит Писание, но и исполняет. Да поможет нам Господь, чтобы наша вера была не только в существование Господа, не только знать, что Он есть и все на этом. Апостол Иаков говорит, что это хорошо, но это не полнота, должно быть полное послушание, ты по-настоящему веришь или ты не веришь. Если ты веришь, то покажи дела твои, покажи жизнь свою, обнажи свои дела. И когда люди увидят эту жизнь, они скажут, друзья мои, а вы знаете, людей тяжело обмануть. Тяжело. Они смотрят на нашу жизнь, они, может быть, не так знают Писание, может, совершенно не верующие, но если они знают, что мы, говорим устами, что мы верующие, а жизнь не такова, они это видят. И также, точно то же самое видно дела веры, когда человек живет верой, и когда мы смотрим на своих праотцев, или даже вот, когда смотришь о человеке, и даже здесь по жизни, о старце, или даже помладше человек, говоришь, этот человек веры, этот человек веры. Друзья мои, когда был молодым, я молился, я говорил, Господь, пошли в мою жизнь людей веры. И вы знаете, Господь, Он ответил на мою нужду, Он послал в мою жизнь людей, на которых я мог равняться, некоторые уже почили, уже умерли, но я смотрю на их жизнь, и я восторгаюсь, это Господь, это Он делал работу в этом человеке, человек дозволял, говорил, Господи, я готов, меняй меня, делай эту работу во мне. Бог делал эту работу в этих людях, и когда ты смотрел на этих людей, ты мог сказать, хочу подражать этому человеку, хочу подражать, как он подражает Христу, верой следуя за Ним, слава Иисусу, да поможет нам Господь, друзья мои, веровать, веровать, и как это Рааф, которая поверила, да поможет нам Господь, у нас столько доказательств, я сейчас не буду, у нас множество доказательств того, что Бог нас жив, не только все это Евангелие говорит, вы знаете, принципы Божьи об этом говорят и гласят, даже мирские люди об этом говорят, вы знаете, и социология сделана, что люди веры, ну, я, здесь, они там не разделяли, говорят о том, что люди, которые веруют, ну, что-то, я понимаю, что больше это говорит о христианах, здесь вот, в Америке делали это исследование, говорят о том, что у них самочувствие лучше, что у них жизнь лучше, что они более счастливые люди, друзья мои, это даже вот, мирские люди делают социологию, они говорят об этом, человек, который живет верой, который живет по-настоящему Богом, его жизнь преображается, а мы посмотрим, как у нас, сколько людей не живут по принципам Божьим, и мы видим их, но жизнь, она ужасная, друзья мои, множество нас слышали такое выражение в церкви, что нету большего чуда, как спасение человека, как спасение, друзья мои, вы знаете, вот смотря на всю Библию, нет больше чудес, которые произошли, как были из исхода из Египта, это были, наверное, самые великие чудеса, и так, если их параллельно поставить, у нас каждого человека точно тот же самый был исход, когда-то из мира, может быть, кто-то был глубже, кто-то там дальше, кто-то меньше, но у каждого из нас, если мы по-настоящему знаем Господа, любим Господа, живем Богом, мы знаем Его, у нас был этот исход из Египта, и если мы посмотрим назад, на ту жизнь, и жизнь до и после, мы знаем и видим этот исход, и мы знаем разницу, мы видим эту разницу, друзья мои, и насколько это славно для нас, для нас, это должно быть утверждением, друзья мои, сколько Господь выходил нам навстречу, мы молились, мы взывали, Господь приходил, вспомним это, возблагодарим нашего Господа, за то, что Он верен своему слову, за то, что наша вера, не какая-то пустая вера, непонятно в что, наша вера имеет глубокое основание, оно стоит, оно незыблемо, это Божьи вот эти колонны, которые держат здания, это краеугольные камни, Божье востроение, друзья мои, Бог верен своему слову, верен своему народу, если Он сказал, Он это сделает, то поможет нам Господь веровать в Него, веровать в Его силу, веровать в Его благодать, которая не спосылается на нашу жизнь, а от нас требуется глубокое, полное самоотречение и послушание, и эта вера, она будет нести нас. Слава Иисусу! Помолимся! Аминь!